Может нам обзор еще на того чувака записать, который татуировки только по своим эскизам делает? Ну это надо обзор. Обзоры будем делать на них. Хорошо. Всех обосрем. Ну как? Как говорилось в видеоролике той девчонки, мы не обсираем никого и не команда никаким, мы обсираем только людей. Только людей? Да. Она так это сказала. Она это тут скажет, так что... Что у нас сегодня вообще происходит? Сегодня у нас неожиданный рабочий день. Влад вон позвал снимать реакцию на реакцию. Мне очень сильно не понравилось, что я узнал про эту девочку, что она сама нигде не участвовала, не сама не танцует этим кей-попом, но зато она обсирает именно одних и тех же людей по личной неприязни. Типа она комментирует, как они танцуют, но я не понимаю, как ты можешь комментировать, если ты сам не умеешь танцевать и не знаешь, как это делать. Ладно. Было бы здорово, если бы ты мне еще утром сказал бы, что хочешь это делать. Потому что в итоге у нас получился совершенно жуткий сетап. Сегодня я последний день, и я ухожу в отпуск. Всего же остается за главным аппетитом. Он тут может делать что угодно. Даже бордель. Основная камера. А мне лучше на нее же, да? Да, ты на нее акцентируешься, когда говоришь. Не, ну я понял. Вот. У Влада микрофон на столе, который подключен к ОБС-ке. ОБС-ке у нас будет записывать исходный звук. Да. Плюс у Влада еще петличка, которая подключена очень странным образом. Аж вот так вот. Ну-ка, поговори что-нибудь. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Мы отосрем всех внутри. Вот. Таким вот странным, жутким образом. Если бы кто-то сказал, что нужно взять с собой нормальный звук, обошлись бы без этой кинетолкайской системы. Ну, сегодня вот так вот. На. В конце концов... Бандитская, аппетитская система. Тут непонятно, дно это технического прогресса или потолок гикнутости. Ладно, что, давай начинать что ли? Да. Так, сейчас мы, короче, подожди, стой. Здесь мы включаем. Вот, у себя там тоже захват, включай. Опа, и я уже могу переключиться. Теперь стукаешь? Можно я на эту диванку сразу? Подожди, стой рано. Теперь стукай. Вот, у нас все пишет, есть синхронизация. Я могу это убрать, да? Да, можно убрать и начинаешь. Спасибо. Всем привет, с вами А можно не надо. И сегодня мы сделаем, так скажем, обзор на одну очень-очень интересную особу, которая пишет реакцию, и мы запишем реакцию на нее просто. Как мне сказали, этот человек сам ни разу не танцевал, нигде не участвовал, но почему-то он записывает реакции на других, как они танцуют. И мне этого не понять даже. И сейчас мы это как раз посмотрим, и я это прокомментирую, как это правильно будет выглядеть. В общем, всем привет. Привет. Вечер добрый. Возможно, вечер, возможно, день, не важно. Я не понимаю, почему она снимает в какой-то комнате, где какое-то эхо. То ли это балкон, то ли что, я вот все понять этого не могу. Просто очень сильное эхо, и оно по все, по стенке бьется. Чтобы вы понимали, я загуглил даже в интернете, на Алиэкспрессе просто петличка стоит 56 рублей, но самое дешманское. Ну, купи ты ее, и она тебе прослужит в ролика 4-5 хотя бы. Или типа на Валбересе ты закажи там рублей 200-300, господи, и быстро это все придет. Нет, мы будем это записывать на балконе. Еще бы на улице ты записала. Да, конечно, петличку можно купить, а мозги уже не купить. Ладно, пускай работает, а мы посмотрим, что получится. Ладно, пока там суть до дела. Зайдем мы, наверное, к тем людям, на которых сейчас делается обзор. Вернее, реакция на реакцию. Продолжение следует... А вы тут чем занимаетесь? Я хожу только на... Убираемся. Убираетесь. А я вот за Влада паспорта делаю. Паспорта? Да. Мигрируете наконец-то? Да. Куда, в Израиль или на Колыму? По работе паспорта, к сожалению. Ну-ка, что там инсайдерская информация? А. А. Нет. Самое главное, чтобы были печеньки. Остальное, в принципе, поправимо. Как вы у вас? Да. То есть вы сначала собираете хуйлу тонну всякого шматья, а потом его выбрасываете. Это программа «Свистра Юли» без Ленина Каневского или что? Это почти как у Лапенко. А ты куда убираешь, чтобы я не вижу? Кого? Серьезно, этот крендель не в курсе, кто это такой. Давай закину. В смысле? Ты не закинул? Ну что, я же не могу это самое в этот момент его комментировать. Хотя я могу поснимать реакцию на то, как он это делает. Это съемка реакции, реакции на реакцию? Да. Есть. Такая большая-большая рекурсия. Жесть. Да. До кого еще можно в лифте додыриться? Кто еще сейчас в лифте бездельничает? На третьем этаже Маша. Маша, на третьем этаже Маша. Ты можешь туда купить? На третьем этаже Маша. Она красивая сегодня, ее стоит заснять. Давай с этим работаем. Ну мы ее просто напугаем. Чтобы вы понимали, у этой девушки, как мне сказали, ты захват всего экрана, вставь ты себя там внизу. Когда надо, ты что-то комментируешь, там на весь экран себе поставь. Зачем вот это вот маленькое? Ты, блядь, все на телефон, на смартфон снимала. И что? Ты только себя же сняла. Типа, ну вот, шмекси секси, да? И ты тут, блядь, говоришь то, что ты сама не знаешь, что это, подтанцовка была или нет. А ей я больше желаю, как бы, хорошего настроения, добра и здоровья. А с вами было можно не надо. Все подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Так, теперь, короче, останавливаю вот это дело. Какое? Захват охрана. Опа. Так, теперь мы здесь тоже останавливаем. Привет. Привет. Еще кто-то должен зайти, да? Блядь, вообще, ты зашел, сел, блядь, ржет там, нахуй, комментирует. Я уже думаю, сука, кто там еще зашел? Все, я могу, а ты там петличка. Да, сейчас здесь тоже останавливаем. Останавливаем, где тут стоп-то этот во всем этом видится. Да, это то, что я сейчас снимал. Это жарко закрыть, конечно, никогда. Так, что надо сделать по-хорошему? Что, премьерку открывай тогда сразу? Погнали. По факту. Я еще, короче, когда начал жестко долбить по пробелу, я остановил запись и опять ее включил, и опять остановил. Ладно, это ничего страшного, я надеюсь. Да ничего страшного, там просто склейку можно сделать. Ладно, сейчас дела монтажные. Самый главный вопрос скажи, самый главный ответ, но самый главный вопрос. Кофе варить оказалось веселее, чем фотографировать? Я боюсь, что он просто думает, да? Ну, фотографировать-то я бегала за детьми, но кофе варить, конечно, приятнее, чем бегать за детьми. А фотографировать просто? Ну, кофе я только научилась варить, и варила его только полтора месяца, а фотографировать я умею лет за 12, и так, плюс-минус, типа, развиваясь в этом. Поэтому для меня варить кофе все-таки пока интереснее. Все зависит от опыта. Когда я научусь хорошо варить кофе, и буду все уметь, наверное, и то, и то, и то, и то. В итоге кофе победила фотография. Так вот, учитесь, господа фотографы-щелкунчики. Ну, у них костюмы такие немножко шелковатые. Вот по мне. Ну, не серьезно, он и так уже помятый, блядь, жизнью. Сейчас камера еще ебнется. Стоим объемом, кстати. Сука, ты ухай.